итак приветствую вас мои друзья да и вот мы сейчас видели обалденный маневр это у нас донская здесь понимаете на донской как бы тут так повелось что здесь почти каждый 2 вот именно делать такие маневры а с чего мы начали снимать а снимать мы начали с того что сейчас мы посмотрим с вами район донская что здесь хорошего что здесь плохого ну во первых почему лично мне этот район не нравится ну во первых здесь есть сочинский мясокомбинат да у нас с левой стороны сейчас находится я ничего против колбасы не имею ну считаю нужно жить в районе где отсутствует какая-либо вот не знаю ну в общем когда я жил в урске у нас мясокомбинат на и тогда такая вонь стояла вы даже представить не можете поэтому у меня как бы если слов мясокомбинат у меня сразу извращение ну так ладно отвращение не отвращение но будем смотреть район и так здесь сплошная линия до четыре с половиной километра идет по сплошная линия поэтому есть например мы с центра еще можем заехать более-менее нормально а например выехать центр нам придется сделать круг и собрать все пробки которые есть здесь у нас везде двойная сплошная линия до периодически горищики стоят периодически Горичники не стоят Но здесь даже дело не в этом У нас если посмотреть сводки У нас Донская считается самая такая улица Где больше всего у нас находится Где больше всего аварий И сейчас мы наблюдали за картиной Как у нас с крайней левой полосы По поводу направления Частое две сплошные линии На глазах перед горичниками взяли и повернули Здесь мы сейчас с вами повернули на улицу Пасечная Что хорошего в улице Пасечной Ну наверное В том что Именно низ ее Это относительно ровная поверхность Если мы поедем сейчас с таким жилым комплексом Как Дуэт Жилой комплекс Грант То конечно мы сейчас окажемся на горе Как и везде у нас Как и в любом районе У нас район Большого Сочи Итак давайте все таки проедемся с вами Здесь в прошлом году Просто жесть была какая дорога Видите что свежий асфальт И поэтому я стал периодически этот район продавать Я скажу честно На Лысой горе я еще не продал пока ни один объект недвижимости Но зато в этом районе я спокойно с большим удовольствием продаю Потому что в целом мне этот район Так как бы Относительно других районов Более менее симпатизирует Ну опять же все это на любителя Притом на жесткого любителя Давайте мы с вами все таки проедемся подальше Опять же могу сказать что дорога у нас довольно таки неплохая Сейчас на данный момент И можно у нас немножко ехать Ехать и ехать Итак давайте мы с вами посмотрим У нас здесь Смотрите у нас с правой стороны есть жестокий старый фонд Но давайте все таки пропустим Потому что Да 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 Потому что мне как бы не зазорно взять и кого то пропустить Другое дело что если через две сплошные пересекает Да то я принципиально не Ну не буду уступать Принципиально Здесь мы двигаемся в гору Да вот многие говорят Вот кто кому должен уступить дорогу Здесь знака нет Ну здесь понятно что Если например я двигаюсь в гору Да Мне здесь 100% уступят То же самое если я еду с горы Я тоже буду уступать Потому что Здесь по Сочи нет ни одного у нас знака Что там вы двигаетесь в гору Там или наоборот крутой подъем снизу Если не ошибаюсь Это единственный знак есть В районе Бытхи Где новая была беззнанная дорога построенная Вот так вот Итак смотрите с вами проезжаем до этого Под до этом у нас жилой Ой в жилую горе Извиняюсь У нас магазин Магнит Здесь же у нас ходит 25 маршрут И так мы с вами потихонечку доехали до района Который у нас называется Верхдонской Дальше у нас идет частный сектор И у нас же там идет старый фонд Старый фонд мы с вами не будем смотреть Потому что здесь жить в старом фонде Это очень дорогое удовольствие В том плане что Там центральная коммуникация В том числе и горячая вода И свет В итоге Ну очень дорого получается Здесь мы с вами видим С левой стороны Жилой комплекс Грант ФЗшный объект Который на сегодняшний момент Единственный ФЗшный объект Которым можно гордиться в Сочи Строится вовремя И в общем И качественным Это бывает очень-очень редко И в итоге он еще даже опережает все свои сроки Ну здесь у нас тоже есть определенные жилые комплексы Давайте все-таки немножко доедем Доедем до того места Где у нас разворачивается 25 маршрут Да, вот он, видите Вот здесь вот Ну и здесь тоже, конечно Если учесть, что Много таких вот девятиэтажек Да, у нас Получается Ну не совсем комфортно, так скажем Точнее даже не комфортно Брать и Именно Здесь жить Потому что Машину здесь поставить Не то, что невозможно Но очень близко вот именно к этому Да, здесь детишки есть Да, на самокатах Но вот они здесь больше похожи на экстремалов Ну, я не знаю Я по-своему Вот, да, вот Про что я говорю Вот машина, да Стояла вроде ничего, да Вот сейчас В нее взяли и врезали с рулем И оставили И оставили там вмятину Вот такая штуковина Поэтому здесь новую машину Иметь, так скажем Не то, что не дорогое удовольствие Просто бестолковое удовольствие У меня вот, например, на Кашкай Очень много мелких уже вмятин появилось Но это все появилось Когда кто-то там пытается припарковаться Кто-то может нечаянно задеть И так далее Такие Не было никакой аварии Не было ни разу никаких там Умышленных каких-то там Телодвижений Ну, вот так происходило Здесь у нас тоже Потому что некоторые Паркуются как идиоты Да, в итоге получается Поехать не то, чем невозможно Но очень близко к этому Чтобы вы понимали Мы с вами двигаемся в субботу В субботу обычно у нас Так скажем, более-менее нормально все Более-менее комфортно И здесь сейчас мы повернем с вами налево Здесь я попущу Пускай от греха подальше проедет И вот здесь мы с вами, смотрите Оказываемся Немножко с другой стороны И здесь мы с вами Можем наблюдать стройку Которая у нас называется Эльсинор Сразу говорю по поводу Эльсинор Это фезешный объект Который строится по федеральному закону Вести 14 Строил у нас Астринский Но сейчас его Насколько я знаю Этот проект полностью перекупили И теперь его У него теперь новые инвесторы И новые, так скажем, совладельцы На тех людях, которые там купили квартиры На них это никак не отобразится Но, 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 но Надеюсь, что теперь стройка пойдет Гораздо быстрее Гораздо интенсивной Гораздо интереснее Вот так вот Разрешение на дом есть На строительство Нашлись новые инвесторы Вот так вот Ну и давайте мы с вами Немножко спустимся вниз Посмотрим, что же здесь еще у нас есть Опять же видно, да, что гора Ну вот, например За счет этого, что у нас гора У нас очень хорошие, классные, видовые характеристики У тех или иных Жилых комплексов Потому что они находятся у нас на горе Здесь у нас уже больше, так скажем Старый фонд Уже те, которые Дома построенные Поэтому Здесь Только будет перепродажа А вот если мы здесь Немножко возьмем И повернем с вами направо То мы с вами попадаем В жилой комплекс Который у нас называется Сейчас, секунду Не могу я вот Брать И Одновременно говорить И одновременно Рулить Потому что некоторые Конечно здесь ставят машины Как Не знаю там Не то, с чем Не буду обзываться Ну в общем Примерно-то выглядит так вот Итак Мы с вами подъезжаем К прохладной долине Прохладная долина У нас вот здесь Находится Да, вот Смотрите Вот с этой стороны Здесь у нас Идет стройка Жилой комплекс Будет с бассейном Довольно-таки Интересный Сам по себе Жилой комплекс Стройка идет Дома вырастают По три этажа Но на самом деле Будет Девять этажей И придется У нас как-то Брать И С этим тоже Смиряться Пока нет Итак А вот здесь у нас Строятся Жилые комплексы Три капитана Что я могу сказать Дома пока Ни один из трех Не введен в эксплуатацию Потому что По одному Дому вводится В эксплуатацию В Сочи Дорогое удовольствие Дорогое удовольствие Извиняюсь Не по-русски Говорю с вами А вот Надеюсь Что все три дома Введут Сразу говорю Вот здесь Снизу У нас К этому Жилому комплексу Не подъедешь Можно ехать Только через верх Поэтому лично Мне Три капитана Неинтересно Я там ни одну Квартиру не продал Потому что Ну неинтересно Там постоянно Затыки Постоянно Так скажем Тяжело проехать По мне лучше продать Грант Или вот Прохладную долину Хотя тоже скажу Что в Прохладной долине Я пока еще Ничего не продал По одной простой причине Ну не было пока Клиента Именно на Прохладную долину Ну мы сейчас С вами В любом случае Пройдем Немножко дальше Да Вот На Ниссане Конечно Стал Очень Очень Так скажем Непонятно Как Обычно Когда так встают Обычно Колеса спускают Ну или Немножко Задевают машины Я думаю Если кто-то ехал бы На автобусе Он обязательно бы задел Итак Давайте едем с вами дальше Что здесь хорошего Хорошего в том Что здесь мы Проезжаем буквально 200 метров вниз Да И тут у нас Есть школа Школа Это большой Огромный плюс Опять же Чем Славится Донская Тем что Тут есть Хорошие школы Всякие разные Есть Здесь же у нас Есть футбольное поле Где можно Поиграть Да И вот Сейчас мы С вами Двигаемся Чуть Прям подальше И вот Здесь у нас С правой стороны У нас Среднеобразовательная Школа Номер 4 Вот Именно С правой стороны Сейчас Мы Вот здесь Это Перейти То мы И видим Да Опять же Есть например Тротуар Это большой Плюс И на самом Деле Я считаю Что Место Расположения Именно где Прохлана Долина Особенно Те кто Хотят Жить С детишками Переезжать Чтобы дети Могли Спокойно Пешком Ходить До школы Я считаю Что это Прям хороший Вариант Здесь у нас Улица Идет Чехово Здесь Жилой комплекс Все Достраивается 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 Пока Концов Не видно Но я думаю Что он В конце концов Когда нибудь Достроится О О как Получилось В конце концов Когда нибудь Найду и я То счастье Да В общем Едем с вами дальше На самом деле Например Если сравнить Донскую И Лысую гору Здесь Хотя бы Болемене По Шире Дороги Да Если бы Кто-то там У нас Например Это дублировал Да Сказали Поширше Дороги Поширше Ну На самом деле Они просто Шире И Разъехаться Здесь Конечно Гораздо Проще Опять же Если мы Повернем с вами Направо То здесь Имеется Церковь Это для тех У кого Стоит церковь На первом месте Для тех У кого В приоритете Именно Богослужение То здесь Церковь Имеется Ее тоже Снимал Есть отдельный Обзорчик Называется Все церкви Центрального района Города Сочи И она там Тоже имеется Ну и вот здесь Смотрите Мы с вами подъехали Здесь у нас У нас идет Вторая школа И школа Так скажем Не менее интересная Это у нас Общеобразовательная Школа Номер 10 Здесь у нас Хорошо реализован Проект Например Начальная школа Средняя школа Да И уже Школа Которая у нас Подготавливает Будущих Так скажем Аспирантов Именно Абитуриентов Другие учебные заведения И здесь мы с вами Опять выезжаем На улицу Донская Но в чем Загвоздка Самой этой улицы Сейчас Если например Мы захотели Поехать с вами В центр Да Или в моремол Мы должны Повернуть налево Но здесь Сплошная линия Поэтому мы с вами Поворачиваем Конечно же Направо Там мы С вами Втыкаемся В пробку Притом В хорошую пробку Здесь обычно Пробка И в это направление И в обратное направление Опять же Опять же Здесь у нас Сейчас Притались Повернуть У нас С крайней Левой полосы Повернуть Хотели направо Я сразу говорю Это на встречке Я не даю делать Такие маневры По одной простой причине Потому что Я считаю Что Если сплошная линия Нарисована Да То без разницы Хоть сигналь Хоть не сигналь Хоть бибик Хоть не бибик И все равно Нарушать нельзя Опять же Здесь у нас Так обычно встают Потому что здесь больше Припарковаться негде И в итоге Что у нас получается В итоге у нас получается То что Здесь По сути Образуется Одна единственная полоса Одна единственная полосочка Так скажем И С ней не совсем комфортно Да С ней не совсем комфортно Передвигаться Так вот Смотрите Если мы с вами Пройдемся Немножко прямо Здесь у нас тоже есть Остановка Которая называется Новая Заря Есть у нас заезд Направо Но там я сейчас Заезжать не буду Потому что там Обычно у нас Пробка появляется Давайте мы попробуем Заехать сверху Потому что У нас многие Улицу Тимирязева Относят к району Донская На самом деле Это называется просто Район Тимирязева Его мы сейчас тоже Немножечко возьмем с вами И посмотрим Смотрите Вот здесь у нас Донская Пересекается И вот здесь Да Вот такие маневры Через все сплошные линии Можно увидеть Поэтому Еще раз повторюсь По Донской У нас нужно Передвигаться Очень-очень аккуратно Потому что Здесь Вас могут Легко подрезать Протаранить Здесь у нас С правой стороны Находится Гипермаркет Магнит И конечно Тоже это для Жильцов Один большой плюс Сейчас мы с вами Едем В район Который называется У нас Именно Район называется У нас Тимирязева По-своему Он хороший Есть Так скажем У него Огромные плюсы По сравнению С другими районами Это Цена Цена Здесь идет У многих Жилых комплексов В пределах 65 тысяч В пределах 70 тысяч рублей За квадратный метр И вот здесь У нас Конечно На въезде Не совсем Хорошие Хорошие Такие Видовые характеристики В том плане Что Здесь у нас Напоминает Промозону Ну реально Промозону Напоминает И поэтому Мне этот район Тоже автоматически Так скажем Становится Не совсем Привлекательным В общем Давайте пройдемся Посмотрим Хотя я уверен Что еще даже Не пройдет Годика два Два с половиной И здесь Вместо Вот этих Вот всех Помещений Да Появятся У нас Жилые комплексы Притом Большие Жилые комплексы Потому что Здесь Вид в принципе Потрясающий На море Да До моря Дойти Ну можно Тяжело Но можно Маршрутки Здесь есть Объед Ну как бы Скажем Район Немножко Закольцованный Да Можно заехать И с одной стороны И с другой стороны Можно заехать В общем Вот примерно так Ну здесь У нас Какие жилые комплексы Здесь у нас Жилые комплексы В основном Так скажем ЖПшки Но есть у нас И квартирники Например Есть райский уголок Первый Есть райский уголок Второй Третий Четвертый И четвертый У нас Это жилое помещение А если брать Например Третий Да И первый То у нас Это квартирники Второй Это тоже Жилое помещение Поэтому Тоже там Можно взять Квартиру И ни о чем Не переживать Притом Все сделки Происходят Уже в Росреестре Если например Наход это Чуть подешевле Да В пределах 70 тысяч рублей За квадратный метр Да И 65 То это Есть у нас Жилые комплексы ЖК Сьюзен Есть Третий Здесь же есть Жилой комплекс Белые ночи Первый Белые ночи Вторые Да И жилой комплекс Яна Яна Здесь тоже есть Итак Вот здесь у нас Красавец стоит Это у нас Жилой комплекс Который у нас Называется Белые ночи Два Прямо перед ним У нас стоит Бетонный Завод Ну не так скажем Завод конечно Я уже загнул Прямо это уже Совсем перебор Заводик Тут же у нас Перед нами Да Если мы посмотрим С вами Вперед Да У нас Есть Жилой комплекс Вот виднеется Да Белый С коричневыми Ставками Это Бывший Пикассо Это Люмер Люми Блин Забыл как правильно Люми В общем Как и так Или Жилой комплекс Именно вот так Это называется Потом у нас Здесь есть Небольшая развязка И вот если мы Уйдем с вами Как раз налево То мы С вами Пойдем В жилой комплекс Который как раз Называется Райский уголок Первый Второй Третий Четвертый И там Там же У нас Конечно Автобус Именно Который У нас Идет Именно Вот в это Направление Это 104 Автобус Сразу Скажу Можно уехать И до вокзала И до парка Ривьеры Можно уехать Если мы С вами Пройдем Сюда Прямо И вниз Мы попадем В воинскую Часть Но нам Она не нужна Нам Нужны Жилые Комплексы Такой Да Вы уже Видите Что Такой Просто Потрясающий Вид Судя по Заборам И обилии Так скажем Всевозможных Растений Вы конечно Понимаете Что это Прежде всего И всегда Всю жизнь Было Это Садоводчество Это Сады Огороды Даже На многих Даже Домика Не стоит Ну и И вот здесь Мы с вами Смотрим Райский уголок Третий Здесь у нас Перед нами С правой стороны Такой ЖПшка Райский уголок Второй Это у нас Райский уголок Четвертый И за ним У нас Райский уголок Первый Что здесь Есть хорошего Ну есть Магазинчики Есть Парикмахерская Есть Детская площадка Есть Да и в целом Здесь все Есть Ну В тесноте Так скажем Да не в обиде Вот Вот она Детская площадка Много детишек Очень много детишек Ну и здесь Что хорошо Здесь коммунизм Здесь коммунизм В каком плане В том плане Что здесь У нас Нету ни одной Лягушки Да Нету здесь Ни одного Намека На то Чтобы Здесь кому-то Что-то принадлежало Там Какие-то Самозахваты Конечно Этого Ничего нету Ну и Райский уголок У нас Первый Чем прославился У него На крыше Был бассейн До поры До времени Но люди Отказались Там по 2 рубля Больше Платить за коммунальные Платежи И в итоге Застройщик взял Принципиально И этот бассейн Демонтировал И я считаю Что он правильно Сделал Потому что Ну блин Все для людей Обычно старается А потом Здесь начинается И за 2 рублей Я сразу вспоминаю Анекдот Но я не буду Рассказывать Он очень пошлый Но прикольный Давайте пройдемся С вами дальше Итак Если мы здесь Идем до школы Мы идем С вами вниз Вниз мы идем 1 километр 100 метров Это у нас До школы Которую мы уже С вами смотрели Четвертая Да Либо полтора Километра Это у нас До десятой Поэтому Примерно Чтобы сориентируйтесь Да Если нужна школа Поближе То рекомендую Взять лучше Прохладная долина Прохладная долина У нас самое лучшее Расположение Для детишек Чтобы они могли Сами Самостоятельно Передвигаться И сами Самостоятельно Могли Что делать Все правильно Ходить на учебу Смотрите Вот Если мы сейчас Здесь Повернем с вами Налево Мы попадем С вами В три Жилых комплекса Такие основные Которые Все знают Это у нас Барселона Шестая Это у нас Это у нас ЖК На Высокогорной Ну и Здесь Объезжаем Пикассо В целом Тоже Довольно Неплохо Ну а Мы с вами Все таки Двигаемся Дальше Вот здесь За Миллион Семьсот Если не ошибаюсь 22 квадратных метра Статус квартиры Газ уже Проплочен Можно в принципе Заехать И жить Ну и здесь Тоже есть Определенные Жилые комплексы Но здесь Очень большие квартиры Вот которые Перед нами Стоит Да Где автобус Сейчас сидит Кругленький Вот там Квартиры Большие По размерам Сто квадратов Ну цена Тоже Чтобы вы ориентировались 60 тысяч рублей 65 Это минимальная Цена За квартиры Хотя квартиры Очень большие Вид просто Потрясающий Но Сами видите Что Не совсем Комфортно Нам брать И Сюда Каждый раз Добираться Ну и Сейчас Мы с вами Здесь Возьмем И развернемся Все-таки И Поедем С вами Вниз Сзади Дорога Широкая Тем самым Можно Развернуться И Посмотрим Уже до конца Что у нас Представляет С собой Верх Донской Низ Донской И с чем Ее едят Здесь Здесь у нас Автобус Проходит Смотрите Вид просто Подрясающий Вид у нас Открывается На море Этот район У нас полностью Газифицирован Здесь Газ Есть Все Есть Ну и Вот Давайте Мы с вами Наверное Все-таки Возьмем И засекем Километраж Давно Я не засекал Посмотрим Сколько Примерно Куда Смотрите Если отсюда Охота На море Идите То вы Идете На море Именно На пляж Который Называется На Санта-Барбара Вот здесь Налево Тоже Есть Заезд С левой Стороны И если Вы налево Повернете То вы Попадете С нами Как раз На улицу Пасечная Спокойно Сможете По Высокогорной Взять И объехать Поэтому Если вдруг Например Здесь Определенный Так скажем Дискомфорт Зимой Получается Подняться Либо Здесь Какая-то Авария Случилась Не дай бог То вы Всегда Сможете Взять И В ту сторону Поехать Ну и Здесь Мы С вами Сейчас Возвращаемся Вниз Мы С вами Видим Один дом Который У нас Называется Оникс Рядышком С ним Белые Ночи Два Слева От него Такой Это У нас За Вот За За этим Бетонным Заводом У нас Это У нас Второй Дом Ну и Сарабс Говорит А у нас Все Временно Ну и Здесь Какой-то Жилой Комплекс Начали Строить Если Мы Здесь С вами Повернем Налево То Мы Повойдем С вами В жилой Комплекс Юзен И в Жилой Комплекс Который Называется У нас Анна Кстати Можно Сейчас Мы С вами Возвратимся По другой Дороге По другой Дороге Именно В сторону Основки Новая Заря Детский Садик Да Сейчас Конечно Мы Взяли И уступили Дорогу Потому что Потому что Он двигался У нас В город Здесь Даже У нас Периодически Катаются Гаичники Да Его Тоже Мы Пропустим Пусть Он Едет С Богом Так Скажем С Полицейским Богом Ну и Посмотрим Да Здесь Конечно Кто У нас Здесь Мелокое Строительство И Высокое И Вот Сейчас Мы С вами Проехали Уже Жилого Комплекса Райский Уголок Да Либо Даже Взять Барселона Шестая Чтобы Вы Взяли Ориентир Да Либо Жилой Комплекс Пикассо Бывший И Посмотрим Сколько Ж Идти До Школы Да Или До Хорошей Остановки Где Уже Получается Хорош У нас Транспортная Развязка Сразу говорю Зимой Здесь Когда снежочек Выпал Было Не совсем Комфортно Передвигаться Ну В целом В целом В целом В целом Все передвигались Ничего страшного Если кто-то был Нешипованный Он просто Отдыхал дома Все Вот На этом В принципе И все Ну И вот Здесь Да Мы с вами Уже проехали Один километр Сто метров Опять же Скажу Еще раз До Школы Можно доехать На автобусе При желании И здесь Мы с вами Если повернем Налево Мы с вами Попадем В жилые комплексы Как раз Которые называются У нас Три капитана Но там Дорога такая Поганая Такая Плохая Дорога Там так Трудно Тяжело Разъехаться Поэтому При всем Моем уважении Вам Мои Любимые Уважаем Подписчики Но я Не готов Сейчас Там Царапать Машину И тому подобное Пускай Дорога Расширит Пускай Сделать Я с большим Удовольствием Буду показывать Ну Я еще раз Говорю Очень комфортно Кстати Можно попробовать И отсюда Заехать Здесь у нас 46 Давайте Все таки Попробуем Проедем Покажем Да Здесь у нас Есть Детский садик Здесь у нас Зачем-то Сделали Лежачие Полицейские Ну Наверное Чтобы не Разгонялись Ну Вот Такие Вот Тоже Дома Вот У нас Такие Разлязки У нас На Донской Тоже Вам Сейчас Все таки Покажу Вот Эти Жилые Комплексы У нас Всегда Продаются И продаются Так скажем Примерно По 80 По 85 Тысяч Близок Квадратный Метр Чтобы Вы понимали Вот Такие У нас Есть Заезды Тоже На улице Тимирязева Давайте С вами Немножко Дальше Проедем Многие Говорят Что они Будут Вот так Вот ходить Так Будут Передвигаться Вот К этим Домикам Извиняюсь Немножко Простыл Это Перелог Донской 5 Ну и Здесь Можно Прямо Проехать А Можно Проехать Налево Давайте Тоже Покажу Уже Все Дороги Все Закоулки Чтобы Уже Была Картина Ясна Здесь Есть Гаражи Здесь Конечно Сбоку Тоже Пытается Поставить Парковки Все Довольно Узенько Здесь Уже Вот эти Старые Постройки У нас Напоминает Чем-то Уже Конечно Ж Лысую Гору Поэтому Еще раз Повторюсь Кто Ищет Старый Фонд В принципе Пешком Здесь Довольно Комфортно Но На Автомобиле Здесь Ну вот Так Приходится Вам Парковаться Да Есть Гаражи И Много Чего Есть Можно Здесь Повернуть Налево И Попробую Попасть Тоже У нас В Тану Ну вот Все Такая Некомфортная Дорога Все Таки Давайте Попробуем Все Таки Этажом Выше Проехаться Хотя Здесь Многие Пешком Спокойно Пройти Можно Именно Так Сейчас Все Таки Немножко Встанем Просто Кто-то Говорит Вот Хуже Лысой горы Ничего Не Бывает 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 Хуже Чем Лысая гора Сто Процентов Бывает Такие Жилые Комплексы Которые Были Менее Привлекательные По цене Такие У нас Будут Подъездные Пути Такие У нас Будут Дороги Чтобы Сразу У нас Настраивались На Лучшие Ну Вот Так Это Все Примерно Выглядит В принципе Если бы Здесь машины Не стояли Вдоль обочины То было бы Довольно Широко Но То же самое Могу сказать И про район Который У нас Называется Лысая гора И тому подобное Но До данный момент Здесь Само собой У нас Не получится Здесь Очень много У нас Заставленных Домов Поэтому Некомфортная Дорога Ну и Здесь В принципе Вот смотрите Мы с вами Спустились У нас Сразу Идет Остановка Новая Заря Здесь Есть Супермаркет Здесь Есть С правой стороны Гипермаркет Магнит Ну и Теперь Например Чтобы Отсюда Нам уехать В центр Нам нужно Сначала Повернуть Направо Здесь Еще раз Нужно Повернуть Направо Здесь У нас Взять И Развернуться И Потом Мы уже С вами Едем В центр То же Самое Если Вы езжаете Спасечной То же Самое Если Вы езжаете Хоть Откуда С той Стороны Вам Нужно Доехать Вот до Этой Развязки И Потом Уже Либо По Виноградной Ехать По Серпантину Либо По Донской Ехать В зависимости Куда Вам Нужно Передвигаться Отсюда Конечно Когда Кто-то Вызывает Такси Очень дорого Получается Хотя Кажется Вот Другой Подать Но Таксист Как раз Пока Все Объезжает Ну Вот Так Вот И Получается Ну И Вот Она Сама Донская Давайте Сейчас Повторюсь Если Вдруг Вы Например Отсюда Например С Пляжа Например С Мамайского Решили Проехать К себе В Жилой Комплекс Какой-нибудь Если Там У вас Находится Прохладная Долина Либо Это Называется Дуэт Либо Какой-нибудь Вы купили Старый Фонд Себе Вы Должны Доехать До Первого Моста Там Развернуться Уехать Справо Либо Доехать До Краснодарского Кольца И Уже Потом Только Здесь Вы Повернуть Налево Просто Напросто Не Можете И Вот Здесь Поворачивать Либо Налево Либо Отсюда Направо Конечно Этого Я не Позволяю Потому Что Считаю Что Это Не Совсем Хорошо Потому Что Я Провоцирую ДТП Еще раз Говорю Все Кто Живут У нас С левой Стороны Они Все Должны Взять Доехать Развернуться А потом Уже Ехать Уже Спокойно Спокойной Совестью Назад Здесь У нас Да Очень много Гаишников Но Почему-то Смотрю Толку От них Здесь Нет Просто Стоят Перед ними Нарушают Ну И Они В принципе На это Глаза Закрывают Еще раз Повторюсь У нас Если Выбрать Донскую У нас Это Донская Улица Она У нас Лидирует По количеству Дорожно-транспортных Происшествий Если Например Вам нужно Вот сюда Заехать Да Тоже В дома Да Вам тоже Нужно будет Снять Сначала Доехать Вот Сверху У нас Появляется Мостик На мостике Вам нужно Развернуться И потом Едете Назад То же Самое Со всем Другой Своей стороны Я Сам А вот Жизнями Других Не можешь И смотрите Вот здесь У нас На торговом Центре Моримол Улица Новая Заря И на Краснодарском Кольце У нас И заканчивается Район Который У нас Называется Донская Вот так И дальше Мы когда Переезжаем С вами В Краснодарское Кольцо Мы С вами Попадаем А вот здесь У нас Сейчас видите Есть такая Побитая Вся Мазда Он Сейчас Почему Уступает Потому что Он сейчас Переезжает Через Опять Две сплошные Линии Да Я его Увидел Он Переезжает Чтобы Можем проехать Например У нас В центр Да И он Пересекает Две сплошные Линии И С торгового Центра Моримол Выезжает И здесь Мы с вами Уже Оказываемся Где Все правильно Здесь у нас Улица Транспортная Это уже У нас Район Называется Транспортная Донскую Мы уже С вами Проехали Ну а теперь Всем пока Если вдруг Вам это видео Было полезно Если вам Уже Донская Стала Чуть Скажем Ближе Или Наоборот Чуть От вас Отдалилась Не знаю Ставьте лайк С большим Довольствием Посмотрю И еще У меня осталось Очень много Районов Которые Нужно Заснять Я обещаю Вам Что эти Все районы Я засниму Для вас Но мне От вас Нужна Обратная Связь Если Вдруг Не понравился Обзор Или Где-то Что-то Я наврал Или Где-то Я был Неправ Ставьте Дизлайк И пишите Конечно же В комментарии Мне нужна От вас Обратная Связь Я с большим Довольствием Делаю Работу Над ошибками И конечно Обещаю Вам Пока